Друзья, всем добрый вечер. В эфире Абакан 24. Время прямого вещания. В студии Ксения Майер. Программа «Деловое время». Сегодня мы будем говорить на очень интересную, увлекательную тему. Тему абитуриентов, тему студентов, будущего трудоустройства студентов. И сегодня у нас в гостях директор техникума коммунального хозяйства и сервиса Александр Юрьевич Матейко. Александр Юрьевич, большое спасибо вам, что в выделенном время согласились сегодня к нам прийти. Я думаю, рассказать о работе техникума, рассказать о том, кто туда поступает, какие специальности, профессии есть. Напомните, в очередной раз абаканцам и жителям нашей республики. Поговорите о каких-то программах, проектах, которые реализует техникум. Вот сегодня мы будем говорить обо всем этом. Друзья, телефон нашей студии 22-60-11. Звоните обязательно, задавайте ваши вопросы. Мы в прямом эфире. Подключайтесь к нашему диалогу. Я думаю, ближайшие 58 минут мы с вами проведем продуктивно и интересно, разумеется. Здравствуйте еще раз, Александр Юрьевич. Еще раз говорю вам спасибо, что согласились сегодня прийти. Вот такой вот пятничный вечер у нас, как правило, проходит как-то, знаете, не очень позитивно. Либо сотрудники ГИБДД у нас, как правило, приходят в конце недели подводить итоги, там, недели или месяца на прошлой неделе. Тоже у нас такая не очень интересная, веселая, скажем так, тема была. Интересная-интересная, но не для пятничного вечера, не для расслабления. Вот. А сегодня я вам предлагаю действительно поговорить о абитуриентах, потому что вот только-только начался учебный год. Еще вот, ну, полный месяц ребята проучились, скажем так. Много ли вообще абитуриентов вы в этом году приняли? Добрый вечер. Ну, вы правильно сказали, наверное, что все-таки тема связана с образованием. Эта тема интересная, актуальная и, ну, так скажем, более позитивная. Потому что каждый из нас все участвует в образовательном процессе, начиная с детского сада, школы, техникума, вуза. И потом идет еще и повышение квалификации. Всю жизнь мы практически обучаемся. Это правильно, это здорово. Если говорить о нашем техникуме, то надо сказать в целом, что вся система профессионального образования последних 2-3 года резко пошла вверх в плане набора студентов. Престиж системы среднего профессионального образования очень возрос. Это мы последних 2-3 года наблюдаем. Это наблюдается и по количеству абитуриентов, которые к нам приходят и хотят поступить. Если вы вот конкретно спрашиваете по этому году, да, у нас на 150 мест в этом году было более 1000 заявлений. Угу. То есть прям серьезный такой конкурс. Да. Интересно. На отдельные профессии, специальности, конкурсов было более 10 заявлений. Ну, в среднем, вот где-то порядка 7 заявлений на одно место. Поэтому это о чем говорит? Да, это говорит о том интересе, который на сегодняшний день проявляют и абитуриенты, и предприятия к подготовке кадров в системе среднего профобразования. Наш техникум не исключение в этом плане, а может быть даже, ну, скажем, один из лидеров по набору. Угу. Если говорить о нашем наборе, то техникум имеет технический профиль. Практически все профессии и специальности так или иначе связаны с техническим профилем машиностроения, строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Профессии и специальности очень актуальны, очень востребованы. Об этом говорят и заявки работодателей, которые постоянно к нам теперь стали обращаться. Дайте нам кадры, дайте нам выпускников, дайте нам студентов на практику. Это так стало прямо вот заметно. Опять же, повторюсь, в последние год-два, если раньше приходилось как-то шевелить работодателей, то сейчас они прямо сами выстраиваются в очередь за нашими выпускниками. Слушайте, вот это вот одна из тем, которую я хотела в том числе и обсудить. Даже вот вопрос себе выписала, где могут работать выпускники, потому что, мне кажется, это одна из самых важных составляющих образования. Любого высшего, среднего, профессионального и так далее, в какой-либо там специальности не было. Любому молодому специалисту, выпускаясь из учебного заведения, необходима какая-то база. А у нас, как правило, к большому сожалению, как устроено. Ты приходишь на работу, с тебя требуют опыт. А где взять опыт, если ты только-только закончил какое-то учебное заведение? То есть, действительно, работодатели активно? Это действительно так. Это очень востребована сейчас тема. И, ну, значит, смотрите, ситуация какая. Вы правильно заговорили, что где набраться опыта, и как сразу так подготовить специалиста, который бы мог прийти, но практически безболезненно начинать работу. Вся система среднего профобразования в нашем техникуме выстроена таким образом, что мы максимально приближаем процесс обучения к практическому, к нелю деятельности. Даже теоретическое обучение по предметам, даже общеобразовательным, у нас сейчас идет профилизация. То есть, каждый общеобразовательный предмет, он в той или иной степени должен быть интегрирован с учетом специфики будущей работы. И это требование на сегодняшний день из стандарта общего образования. И мы участвуем в эксперименте по внедрению стандарта общего образования в системе СПО. И как раз мы вот этим очень предметно занимаемся, наполняем содержание общеобразовательных дисциплин, физика, математика, биология, химия и так далее, тем, чтобы эти знания, которые на уроках, на занятиях общего образования, они тоже учитывали будущую специфику. Это первое. То есть, начинаем прямо с первого курса. Второе. У нас очень хорошо идет учебная практика. Очень в этом плане нам помогает и правительство Республики Хакасии, и правительство Российской Федерации. На сегодняшний день вкладываются большие финансовые средства для того, чтобы мы модернизировали наши учебные мастерские. Учебные мастерские оснащаются по последнему слову. Техники и требования технологического процесса. Есть уникальное оборудование, которого даже, может быть, нет на предприятиях. И, естественно, ребята, которые поработали на этом оборудовании, они приходят на предприятие, в организацию, зная уже новые современные технологии, зная это оборудование, поработав на нем и получив уже навыки работы. И мы, конечно же, очень активно сотрудничаем с работодателями в плане того, чтобы мы сразу изучаем потребности того, на чем сделать акцент в подготовке студента. Кому-то нужны специалисты, хорошо владеющие информационными технологиями, работе на станках с ЧПУ. Кому-то нужны специалисты, которые хорошо владеют другими компетенциями, общими, так скажем, умеющими организовать работу. Все это учитываем. И когда работодатель четко и ясно говорит нам, что, например, не нужен специалист, выпускник, который обладает такими компетенциями, мы на это реагируем, отражаем это в учебном плане и начинаем этим предметно заниматься. Еще интересная очень вещь, которую мы тоже реализуем, и она тоже помогает нам приблизить максимально процесс обучения, образования студента к реалиям жизни, это создание, и мы создали, так называемый учебно-производственный комплекс на базе нашего техникума. В этом году вышли соответствующие рекомендации Минпросвещения России, в которых как раз было сказано о том, что такие комплексы рекомендуется в системе СПО создавать для того, чтобы ребята могли и производить продукцию в этих комплексах, реализовать эту продукцию, участвовать в производственном процессе и, соответственно, возможно, даже временное трудоустройство в этих комплексах. И вот это очень интересная задумка, мы к ней шли очень давно, потому что у нас на сегодняшний день, да и раньше было, что наши цеха учебные, они выпускали продукцию для населения. Ну, например, у нас есть хороший деревообрабатывающий цех, мебельный цех, в которых мы изготавливаем продукцию такую, как мебель, столярные изделия, сувенирные изделия из дерева, которые могут продаваться, и мы продаем, производим для населения по их заказу. Есть сварочный цех, в котором мы тоже делаем металлоконструкции, и тоже по заказу населения, это может быть, там, не знаю, начиная от мангала, каких-то ворот и так далее. Ребята, студенты под руководством мастера эту продукцию производят. И согласитесь, что в этом случае у нас учебный процесс максимально приближен к рабочему процессу. Ведь, в конце концов, те операции рабочие, которые студент осваивает в процессе учебной практики и производственной, в будущем ему должны пригодиться для чего? Для того, чтобы он на производство пришел, и он понимал, что благодаря его труду предприятие производит какую-то услугу, для того, чтобы реализовать население или какой-то товар, который продают. За счет этого предприятие собственно и живет. И вот это осознание и причастность к этому процессу очень важно. Поэтому мы вот на этом делаем акцент. Ну, то есть, это вот к слову о том, что вот этот учебно-производственный, скажем тогда, комплекс, это вот и есть тот самый магазин, о котором мы сегодня говорили. Не совсем. Магазин, который мы открыли вот буквально в прошлом месяце, в сентябре, это часть этого учебно-производственного комплекса. То есть, комплекс включает в себя, в первую очередь, мастерские, которые оснащены современными оборудованиями, в которых студенты работают под руководством мастеров. А более того, я даже бы сказал так, начинается процесс, собственно, с проектирования продукции. Ага. Прежде чем ее начать производить, ее надо запроектировать. Придумать. Придумать, да. А что, во-первых, нам сделать такого интересного, что будет населению интересно, и оно будет его покупать, этот товар. И над этим мы тоже специально работаем. У нас хорошо в этом плане развита проектная деятельность, так называемая. Это отдельный предмет, который студенты, значит, изучают. Каждый пишет какой-то проект, в том числе по производству, может быть, товара, из металла, из дерева и так далее. Есть компьютерные классы, в которых они могут эти проекты изложить в программе, допустим, там сделать чертежи, распечатать и так далее. И потом уже, когда мы видим, что продукция действительно такая интересная, технологичная, мы запускаем ее на производство. А уже, когда мы ее производим, составная часть, это вот магазин, переходит товар в магазин и реализация товара следует. В магазине мы тоже изучаем спрос. Какое у населения спрос? Стараемся делать товары оригинальные, но как бы не копируя прямо вот то, что есть на сегодняшний день там в других торговых сетях и так далее. Потому что нам интересно производить и новую продукцию. На сегодняшний день, повторюсь, у нас производство учебных мастерских налажено во многом с учетом современных станков с числовым программным управлением. Это и по деревообработке у нас есть фрезерный станок, лазерный станок, которые позволяют студентам и мастерам изготавливать сувенирную продукцию, очень интересную. У нас есть станки с ЧПУ по металлу, плазморез, которые позволяют нам делать заготовки для того, чтобы можно было упросить и уточнить качество, сделать более качественную продукцию. Из металла. Но одна из задач перспективных на сегодняшний день у нас стоит, это приобретение станков с числовым программным управлением по металлообработке. Фрезерные работы, токарные работы. Мы почувствовали, что спрос на подготовку специалистов именно такого профиля очень актуален и востребован. Сейчас даже в Хакасе, в нашем, многое предприятие, начиная даже от мелких предприятий, средних, крупных, тем более. Те, кто занимается машиностроением, у них потребность в подготовке и получении специалистов, которые бы работали на таких станках. Это и компания СУЭК, в том числе, это и наши предприятия в Абакане, там Старьконструкция, ряд других предприятий, которые вот такого рода специалисты. Поэтому наша задача в ближайшей перспективе еще вот и подготовить базу для обучения ребят о работе на станках с ЧПО. Ну, это такая перспектива в ближайшем, 24-25 год. Тем более сейчас и есть интересное предприятие оборонного заказа, чтобы такие вот ребята действительно были подготовлены и могли работать, в том числе на заказ Министерства обороны. То есть, ну, прям интересно. Слушайте, а насколько вот просто интересно дорогое такое оборудование? Ну, дорогостоящее. Дорогостоящее. Если, допустим, говорить о станках, то стоимость одного станка, ну, порядка 8-10 миллионов. Это не самый, может быть, даже, так скажем, хороший станок. Но для учебных целей он, конечно, хороший. Ну, вот порядок такой. Это дорогое оборудование. А нет такого, что предприятия, которые нуждаются в кадрах, как-то способствуют? Есть. У нас есть такая практика. Мы работали с Черногорским ремонтом механическим заводом. Это предприятие входит в компанию «Совер». У них как раз есть станочное оборудование, флезерные токарные станки с ЧПО. И мы с ними договорились. Этот опыт у нас был получен еще в позапрошлом году. Мы договорились таким образом. Мы готовим ребят теоретически. Как они сказали, нам нужны ребята, которые бы в первую очередь хорошо владели компьютером и программами. Не столько даже вот именно выполняли рабочие операции на обычных стакарных или флезерных станках, а вот именно те, которые хорошо владеют именно информационными технологиями. И мы так и договорились, что мы работаем у нас в техникуме, готовим и учим их теории, в том числе программное обеспечение, АЗИ, и то, как кодировать и делать, так скажем, переводить, перекладывать, так скажем, изделия на программу. А они нам предоставляют базу практик. И такая вот практика у нас была. Она получилась. Наши ребята действительно обучились. У нас с техникой мы их направили в Черногорск. Они туда ездили. Они нам оказывали помощь, в том числе и доставки, и транспортировки в ребят. И очень удачный опыт. Но вот потребность в таких кадрах очень на сегодняшний день актуальна. Ну, это очень здорово, знаете. В какой-то момент, это даже, наверное, не вопрос, а вот просто хочется с вами порассуждать на эту тему. В какой-то момент все люди решили, что самое престижное – это высшее образование. И пошли толпами просто огромными на юристов, на экономистов, значит, на вот такие вот профессии, которые, кажется, ну, может быть, в какой-то степени являются действительно престижными. А про наличие среднего профессионального образования как-то подзабыли. Это ПТУ, это для ребят, которые там девятый класс и так далее. Но действительно такое мнение существовало. Существовало в школах. И существовало, когда учителя говорили о том, что, ой, да ты только в ПТУ там пойдешь, будешь где-то учиться. А сейчас со временем оказывается, что тех же самых юристов и экономистов, несмотря на то, что это прекрасные профессии, но их становится слишком много. Это переизбыток именно этих профессий. А рабочих специальностей, которые действительно могут зарабатывать много денег, что, ну, наверное, самое важное вообще в целом-то в образовании и в работе и так далее. И которые востребованы сейчас на каждом предприятии. Вот как так перевернулось, что те ребята, которые как раз ушли в техникум, а не на высшее образование, сейчас при работе и при деле, и еще и при деньгах. Вот как вы думаете? А тут, знаете, несколько обстоятельств. Во-первых, конечно, сама жизнь. Сама жизнь, экономика, ее развитие подтолкнуло к вот этому. Ну, как вы правильно сказали, что на самом деле сейчас больше требуется профессии специальности технического профиля. Рабочие. Рабочие, да. Возможно, вот та ситуация в экономике, те санкции, которые были наложены Западом на нашу экономику, они тоже сказались на том, что нам надо делать акцент на собственном производстве. А не просто закупать готовые продукции на где-то торговых рынках европейских или там азиатских и так далее. То есть вот это. Во-вторых, понятно, что на сегодняшний день, ну, наверное, и родители, да и студенты, и абитуриенты, школьники начинают уже осознавать, что ведь можно обучиться поэтапно, как я уже, с чего мы начали наш разговор. Мы всю жизнь учимся. Ну да. Поэтому есть смысл и логика сначала получить профессию. Ведь никто не закрывает за тобой или перед тобой там ворота, калитку, для того, чтобы ты шел учиться дальше. У нас очень много ребят, которые заканчивают наш техникум, поступают в вузы. Угу. Или заканчивают техникум, поступают на работу, а потом заочно обучаются. И это лучше. Во-первых, даже закончив техникум и поступив дальше в вуз, преподаватели, сотрудники вуза всегда говорят, а выпускники техникумов, колледжей – это более мотивированные, более грамотные студенты, чем те, кто пришел со школьной скаминью. То есть, ну, тут надо отметить тот факт, вы правы, что где-то с 2021 года, и вот в этом году и министр просвещения Кривцов об этом делал, в докладе 1 сентября акцент, что количество поступающих в учреждения среднего профилактики превысило количество поступающих в систему высшего образования. То есть, престиж среднего профилактики, он очень сильно возрос. Ну, возвращается, можно сказать, вот с таких, наверное, советских времен, когда и были очень сильно востребованы вот эти вот рабочие профессии, обычно, да, рабочие руки, скажем так. Ну, и не зря, наверное, наши мои, моего вот поколения, там, бабушки, дедушки говорят, что, там, иди учиться туда, ты всегда будешь в пределе, вот всегда. Это как, наверное, как идти в медицину, всегда будешь в пределе, так же и идти вот на рабочие… Да, врач учитель – это профессии вечные. Да, да, роботы не заменят, это точно. Да, ну, на самом деле, это в какой-то степени здорово, я с вами полностью соглашусь, что учиться после техникума, ну, мне кажется, что люди, которые поступают после среднего профессионального образования на бакалавриат, например, они действительно более мотивированы, потому что они уже точно знают, что им нужно от учебы, там, в высшем учебном заведении. Почему? Потому что, когда приходят… Ну, это я по личному опыту рассуждаю, когда приходят ребята со школы в ВУЗ и не понимают вообще, что за пары, зачем это мне вот там на условно, не знаю, актерском факультете ОБЖ, я не знаю. Ну, вот такие вот моменты. А ребята из техникума, во-первых, у них есть возможность идти, получить перезачеты по некоторым дисциплинам, которые ребята со школы проходят заново с техникума, да, вот ты уже проходил, пожалуйста, там, зачетик, иди гуляй, пока есть время подготовиться к чему-то другому. Вот, но это очень, ну, важно, мне кажется. А еще вот такой вот момент, нет ли у техникума, я просто не разбираюсь, только ли в ВУЗах такое, в университетах целевое обучение, нет ли такого, что какое-то предприятие взращивает себе вот рабочего человека именно в техникуме коммунального хозяйства? Есть. Есть, да, такая практика? На сегодняшний день у нас уже порядка 18 договоров целевого обучения, причем здесь можно сделать акцент на чем, целевое обучение проводится необязательно с первого курса, то есть работодатель может прийти в техникум, или когда ребята к ним приходят на практику, они могут посмотреть их в деле, увидеть, что вот этот вот студент очень перспективный, и принять решение, что заключить с нами договор на его целевое обучение. И такая практика существует. Например, у нас в Вагон Машин есть такая практика. Наши студенты активно там проходят практическое обучение, практику, и они, видя их уровень, интерес, мотивацию этих студентов, посмотрев их деле, пришли к нам с предложением заключить на договорное целевое обучение некоторых ребят. То есть эта практика у нас тоже есть такая. Это очень здорово, когда замечают еще и какую-то целеустремленность, наверное, что ли, ребят, что они действительно что-то могут, талантливы в своем вот этом вот деле. И целевое обучение предполагает то, что предприятие оплачивает до конца обучение студента, правильно я понимаю? В техникуме нет? Нет. Мы, как правило, обучение проводим за счет бюджета, но предприятие, во-первых, может помогать ему в виде стипендии, поддерживать социально, так скажем. Если оно видело интерес в нем, в этом студенте, то оно может, это вполне реально. Второе, оно, конечно, обязуется его трудоустроить. То есть если целевой договор есть обучение, то предприятие должно взять на себя обязательство трудоустроить по окончании. Студент может уже гарантированно учиться, зная, что он будет трудоустроить. Ну, это прям очень здорово. Мне кажется, большая душина, особенно для родителей, которые переживают за ребят, потому что идут же все равно, как правило, после девятого и десятого класса. Большой процент вот именно после одиннадцатого, кто приходит, есть такие ребята? Минимальные. Минимальные, да? В основном все-таки пока делан акцент девятиклассников. Ну, а десятый, одиннадцатый класс, они, как правило, уже, ну, как мы уже говорили, берут с профилем и, как говорится, с продолжением обучения в ВУЗе. Ну, есть такие ребята, которые, ну, не все же поступают в ВУЗ. Ну, да, да. У них есть тоже плюс в том, что после одиннадцати классов сроки обучения в техникуме сокращаются на год. То есть мы можем уже обучать их на год меньше, давать им профессию, специальность, и они уже будут дипломированными специалистами. Общее обучение 3,10, да, стандартное, или 2,10? Значит, специальность 2,10, вернее, специальность 3,10, профессия 2,10. Ну, сейчас стандарты у нас меняются. Во-первых, в системе СПО вводят так называемый профессионалитет, который предполагает сокращенные на год программы обучения. Если раз, что это 2 года, 10 месяцев, то сейчас профессию получают за год и 10 месяцев. Пока эти программы профессионалитета были реализованы в большинстве техникумов и колледжей, ну, скажем так, в экспериментальном режиме. Сейчас эти стандарты вводятся уже в общем формате, и мы будем уже, по многим набираем, в этом году даже профессии с сокращенным уже сроком обучения. Это тоже для тех, кто изъявит желание, или какие-то определенные условия для всех? То есть условно ребенок после 9 класса выбирает неполное, скажем так, обучение, а вот профессионалитет, да, вы как сказали. И получает полноценную профессию, такой же диплом? Да, получает полноценный диплом. Профессию только идет, конечно, корректировка образовательной программы. Но более интенсивное обучение идет по общим образовательным предметам, чтобы все-таки вот как сжать сроки. И поэтому вот за счет этого более, ну, краткосрочное. Но посмотрим, конечно, как эта жизнь покажет, насколько это будет качественно. Ведь еще же нам важно понять, чтобы это было не просто быстрее, а чтобы это еще и сохранить качество обучения. Ведь сегодня надо подготовить действительно специалиста, который выйдет и будет действительно реально работать. Конечно, сложнее за год и 10 месяцев подготовить, чем за два года и 10 месяцев. Ну, тут вот нам предстоит очень большая работа педагогическому коллективу, сотрудниками, потому что это непросто. И не потеряв качество, уменьшить сроки. Я пока вижу, что здесь и будут проблемы. Но будем работать. В качестве эксперимента, да, вот пока начать это, а потом посмотреть уже, как… Я бы сказал, даже не как эксперимент, а как все-таки апробация. Надо вот войти в этот проект, чтобы наладить и технологии обучения, и программы образовательные, чтобы скомпоновать, и чтобы не в ущерб качеству такого. Друзья, 2261 телефон нашей студии. Напоминаю, кроме того, чат YouTube доступен. Вот я смотрю, у нас смотрят зрители, поэтому подключайтесь к нам активно, к нашему диалогу. Что вы думаете о среднем профессиональном образовании, вообще о таких специальностях, которые можно получить вот в техникуме коммунального хозяйства и сервиса в том числе. Вот вспомните, может быть, вашу юность, скажем так, когда вы выбирали профессию, чем вы руководствовались. Тоже очень интересно узнать. Звоните нам, рассказывайте. Давайте вместе обсудим. У нас осталось не так много времени на самом деле. Скажите, пожалуйста, еще вот такой вот, я даже, если честно, не знаю, был ли это проект, и вот до сих пор вы в начале эфира мне сказали, реализовывается. Что касается тех молодых людей, ну и не только, которые по каким-то причинам не смогли получить образование после школы. Вот есть у вас какой-то проект, который позволяет прийти и получить корочки, скажем так? Да, такие проекты существуют. Ну, смотрите, в первую очередь, это проекты по линии Минтруда. Это проекты, ну, называется национальный проект, демография, еще там ряд проектов. Речь идет о том, что государство финансирует расходы на обучение и переобучение граждан. Здесь возрастных ограничений особо нету, это могут быть как вот ребята, которые, допустим, 11-9 классов закончили, не получили образование, там в армии отслужили, пришли где-то в поисках работы. Они могут за счет средств бюджета пройти к откровсрочной обучению и получить рабочую профессию и специальность. Вот буквально сейчас у нас стартовал в этом году проект вот такого рода, обучение, значит, незанятого населения. Вот они проходят определенную регистрацию через портал официальной службы занятости. И мы набираем группы и обучаем. Вот сейчас мы стартовали и начинаем обучение ребят по профессии сварщик и электрик. Вот как раз по этой программе. Это вот ребята, многие из них, которые армию служили и пришли и, соответственно, хотят получить рабочую профессию. Вот есть и взрослые населения, есть и предприятия, которые, например, хотят обучить своих сотрудников, чтобы те получили ту или иную профессию. Ну, как повышение квалификации, можно сказать. Да, пользуются спросом вот такая программа? Да, пользуются спросом. Это хорошая помощь. Хорошая помощь для обучения. Ну, это, мне кажется, тоже очень важно. Ну, так как срочные курсы, они рассчитаны буквально там на два, три, четыре, может быть, месяца максимум для того, чтобы вот в течение такого срока получить профессию рабочую. Ну, тем не менее, котируются, ведь, как это, правильно, диплом или что в итоге они получают на выходе? Они получают свидетельство о квалификации. А, свидетельство о квалификации. Свидетельство, да, рабочая квалификация. Нам звоночек, давайте примем. Добрый вечер. Слушай, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас совсем что хочу сделать. Я хочу вас поздравить, что с днём рождения поздравить. Вы родились тогда, когда мне было три года. Здоровье вам, счастье. И вообще, видимо, никакого образования не бывает. Вообще не бывает. Всё понятно. Спасибо вам большое. День рождения у меня, к большому сожалению, в марте следующего года, поэтому. Да, друзья, 2260, 11 телефон нашей студии. Звоните нам, подключайтесь действительно к нашему диалогу. У нас есть ещё примерно 27 минуток на обсуждение темы востребованных, невостребованных профессий, с какими, может быть, интересными мне стереотипами выводить, вы сталкивались, когда поступали в какое-то учебное заведение, будь то вуз, будь то колледж. Поэтому, друзья, подключайтесь. Если не хотите нам звонить, пишите сообщения в WhatsApp и Viber. Номера телефона вы видите на экране. Ну и кроме того, конечно, как я уже и сказала, чат YouTube тоже доступен для вас. Пишите нам, будем активно обсуждать все вот эти вот интересные темы. Скажите, пожалуйста, ещё интересно, вот что касается досуга ребят обучающихся. Как ты организован, есть ли какие-то для них там, не знаю, конкурсы? Что вообще, вот как проходит вот эта учебная жизнь, помимо стандартных пар, лекций, практики и так далее? Что-то ещё есть? Конечно, как же без этого? Потому что молодёжь есть молодёжь, учиться, понятно, надо, но и надо уметь своё время с пользой проводить и свободно, и какими-то увлечениями заниматься. Поэтому, конечно, в этом плане проводится очень большая работа. Приведу несколько примеров. Значит, в прошлом году мы создали студенческий спортивный клуб «Либера». Этот клуб объединяет на сегодняшний день порядка 200 студентов, которые, значит, вошли в этот, вступили в этот клуб. Значит, ну, это, скажем так, общественная организация. Она у нас не как юрлицо существует, а просто общественная организация. Но есть своё положение. И ребята, благодаря вот созданию этого спортивного клуба, в первую очередь, конечно, занимаются физической культурой. Для этого стараемся укрепить материально-техническую базу. На сегодняшний день у нас действует большой спортивный зал, малый спортивный зал, теннисный зал. Есть две спортивных уличных площадки, на которых ребята имеют возможность, ну, практически во всех видах спорта себя попробовать. Ведутся секции, ведутся кружки. Ну, вот спортивные в первую очередь, конечно, потому что у нас есть общежитие, в котором проживают ребята, и чтобы как-то занять наших студентов и привить им навыки физической культуры. Мы стараемся, в первую очередь, привлечь их для вот этих занятий в неурочное время. Мы понимаем, что жизнь же многогранна. Сегодня очень много, да все студенты, вся молодежь использует интернет. Смартфоны, планшеты, компьютеры и так далее стали непосредственно атрибутом жизни, без которой уже мы ее себе не представляем. И поэтому о чем идет речь? Нам тоже надо учиться культуре общения и получения информации, воспроизведения информации в сетях социальных, в интернете. И поэтому мы приняли такое решение. Почему бы нам не заниматься этой проблемой? Подготовили проект. Он называется «Перезагрузка». Смысл его в следующем. Мы создали собственный студенческий медиа-центр, который, ну вот как вот ваша, скажем, студия, такая же вот есть у нас в техникуме, да. Интересно. Которая, собственно говоря, начинает сейчас активно развиваться, благодаря в том числе этому проекту. Проект, который мы подготовили, мы направили на конкурс «Росмолодежь». То есть, чтобы грантовую поддержку какую-то получить? Получили грантовую поддержку, 2 миллиона 300 тысяч. Серьезная сумма, так-то. Сейчас мы покупаем оборудование дополнительно, хотя мы уже оборудовали частично эту нашу студию. И студенты, во-первых, уже ведется, значит, чат у них, свой молодежный микс, так называемый, где студенты оперативно, практически ежедневно выкладывают информацию о жизни и событиях техникума, студенческой жизни, вообще все, что им интересно. Но при этом понятно, что мы должны их научить правильному, грамотному, культурному изложению материала, ведению там диалогов, работы в сетях, тем более блогеров и так далее. Вот этот проект «Перезагрузка» как раз на эти цели у нас и направлен. Значит, он предполагает в течение, вот до конца этого года проведение трех сессий, на которых будет проводиться учеба студентов и школьников. Мы туда приглашаем не только студентов, но и школьников. Вот на первой сессии у нас побывало порядка 40 образовательных организаций, около 10 учреждений СПО и около 30 учреждений общеобразовательных школ, в основном города Абакат и ряда других территорий, на которые выступали спикеры. Это представители средств массовой информации, это профессиональные журналисты, блогеры и так далее, которые вот рассказывали и рассказывать будут дальше им, как правильно выстроить информационную среду, как у ней себя презентовать и так далее. То есть вот это направление у нас сейчас, ну, как бы так, активно развивается. И многие студенты изъявили желание и участвуют в этом тоже с интересом. У нас развито волонтерское движение. Есть волонтерский отряд «Импульс», который, конечно же, в первую очередь направлено его деятельность на то, чтобы, ну, оказывать помощь населению. Мы расположены по улице Советской, 175, это микрорайон Западный. Мы активно сотрудничаем и со старостами микрорайона, с его администрацией для того, чтобы выявлять, кто нуждается в помощи. Ребята активно помогают, буквально на днях оказывали помощь одной из семей в уборке территории, ну, старые пожилые люди, которым нужна помощь. То есть это тоже интересная работа, которую приобщают студентов в социальной жизни, в социальной среде. Это очень важно. Экологические акции периодически у нас проходят, в которых участвуют студенты, вот, мы сотрудничаем и с заповедником Хакаски и рядом других организаций, вот, по привлечению студентов в мероприятия экологического воспитания. Ну... Патриотическое воспитание, это что касается, мне кажется. Патриотическое воспитание, да. Есть патриотический клуб «Сибиря», это, значит, занимается он у нас, у нас есть свой тир, есть, сейчас вот мы создаем и закупили оборудование, тоже мы в Галигран, мы закупили туристическое оборудование, чтобы ребята могли уметь правильно, ну, в условиях туристических, так скажем, походов, профессионально, там, преодолевать препятствия, там, как продвигаться по маршруту и так далее. То есть, плюс это ежедневно, вернее, еженедельно поднятие флага с точки зрения, вот этот военно-спортивный наш клуб «Патриот», «Сибиряк», он вот как раз этим занимается. В начале недели выносят флаг России, гимн, все это четкое, в форме, вот, поэтому это тоже момент очень важен для студентов, когда они вот видят себя уже в роли таких вот важных пособников продвижения патриотического воспитания. Ну, в общем, много всяких направлений, у нас, конечно, мы не стоим, у нас есть при техникуме создана общественная организация «Мир», почему «Мир»? Это расшифровывается как «Молодежь и развитие», вот, которая занимается также в основном проектной деятельностью для того, чтобы можно было реализовать те или иные идеи. И с помощью этой общественной организации проще получать те же гранты. Потому что на сегодняшний день очень большие есть фонды, в том числе фонд президентских грантов, которые оказывают помощь финансовую, прежде всего, общественным организациям. Вот у нас такая общественная организация «Мир» создана, ребята тоже в ней участвуют. Благодаря вот такой форме работы мы тоже участвуем в грантах, получаем их, и ребята это расшифровизуют свои проекты. То есть, ну, вот, как бы активно жизнь идет, потому что, ну, а как иначе? Скучать некогда, да? Да, студент должен быть занят не только учебой, но и творческой работой, и отдыхом активным. Скажите, пожалуйста, а вообще больше все-таки поступают мальчишки или девчонки в техникуме? Вот как распределяется вот это вот процентное заотношение, ребят? Ну, смотрите, поскольку я уже в самом начале сказал, у нас профиль технический, поэтому, конечно, большинство поступающих это мальчики, юноши. Но вот мы задумались об этом вопросе, что как-то хотелось бы, чтобы и девушки к нам приходили, и, ну, это же интереснее, когда не только мальчики обучаются, вот, и жизнь как-то интереснее для мальчиков, в том числе, девочек. Ну, во-первых, могу сказать, что есть девушки, которые поступают на технические специальности. У них есть интерес. У нас даже сварщики есть, девочки, которые обучаются на сварщиках. Интересно даже, как мотивировано. У нас одна девушка, которая обучается, она даже выиграла в прошлом году приз, заняла призовое место в республиканском конкурсе профессионального сварщика. Это студенческий конкурс. Она участвовала в нем и заняла призовое место. Но, значит, я хочу сказать, что вот те специальности, профессии, которые мы обучаем, да, технического профиля, но у нас есть, например, такая специальность, как управление многоквартирного дома. И там как раз для девушек есть, ну, так скажем, хорошее поле деятельности. Потому что оканчивая эту специальность, можно работать в управляющей жилищной компании. Сейчас же очень много жилищных домов. Компании город строится, компании разрастаются и в количественном, в качественном понимании. И нужны специалисты. Тем более там они могут получать дополнительную квалификацию, обучаясь по этой специальности. Это такие квалификации, как делопроизводство, и озеленение, благоустройство. И девушки на эту специальность идут активно. Вот когда мы два года назад ее ввели, у нас количество девушек возросло. Еще мы открыли специальность сетевое и системное администрирование. Тоже там идут и девушки, и парни. Ну, пацаны тоже парни, но девушки тоже сейчас актуальны, востребованы специалисты в области информатизации. Тут многие девушки тоже поступают на эту специальность, обучаются. Поэтому, если процент нам отношений брать, ну, наверное, 90% у нас обучаются юноши и около 10% девушек. Украшают, да? Да, от всего обучения обучаются порядка 750 студентов. Ну, мы вот сегодня выяснили уже, что, во-первых, довольно большой конкурс на места, скажем так, в техникуме коммунального хозяйства и сервиса. И вот есть ли такое, ну, может быть, заметили вы, какие все-таки специальности наиболее высокий конкурс спрос, скажем так, куда идут дети, подростки чаще всего? Ну, да, конечно, невооруженным глазом, заметно, это сварщики. Сварщики, да? Сварщики – это самая на сегодняшний день востребованная и престижная профессия. А есть какое-то объяснение, почему вот она является такой самой востребованной и престижной? Предприятия нуждаются в сварщиках? Да, и в ней нуждаются предприятия. Это раз. Во-вторых, она, как правило, хорошо оплачивается. Это работа. В-третьих, обладев профессией сварщика, можно заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Сегодня же можно, занимаясь работами, зарабатывать на жизнь не обязательно где-то трудоустраиваться, а можно и самому. Вот. Это вот тоже не сбрасываем со счетов. Это очень, в общем, потребуется, самая востребованная на сегодняшний день. Профессия. Монтажная эксплуатация электрооборудования тоже востребованная. Одна из таких. Это электрики, да? Правильно я понимаю? Да. Они, соответственно, тоже актуальны. Тут и на предприятии везде практически требуется. И также самозанятость может быть осуществлена. То есть вот это вот. Ну, вот информационные специальности в последнее время тоже актуальны. Даже на платной основе большой конкурс при поступлении. Вот, допустим, у нас вот это специально-сетевое системное администрирование. Мы набирали на платной основе в этом году эту группу. И набор был конкурсом. Набор по баллам аттестата, правильно я понимаю? Да. Какой был самый высокий? Может быть, как-то замечали такое, если... Аттестат? Да, да. Пятерки даже. Пятерки даже были. Пятерки. Ну, и много, но были такие ребята, которые... Ну, там 4,9, допустим. Такие есть. Это в этом году у меня, знаете, такое тоже личное наблюдение. Поступала сестра в колледж с прихогу педагогический. И, значит, вот в моей голове как раз того времени образования, точнее того времени воспитания, когда высшее образование только, но и больше ничего, и никогда. И мне казалось, что и до сих пор многие люди уходят в высшее образование. И когда я открыла, значит, страницу от рейтинга битуриента и посмотрела, что там всего 19 или 20 бюджетных мест вот в колледже прихогу начальные классы обучения. И все эти 19 или 20 мест заняты аттестатом 5.0. Это среднее профессиональное образование. То есть девчонки, мальчишки после 9 класса, ну в основном девчонки, конечно, идут с баллом аттестата 5.0. То есть вместо того, чтобы там пойти до 11 класса, доучиться, то есть выбирают все-таки СПО. Вот это было для меня прям таким большим открытием. Я, если честно, удивилась. То есть там идет сначала, значит, 5.0. Потом 4.99. 4.2. Еще так вот человек 17.4.99. Потом идет... И вот 4.61, по-моему, у моей сестры балл. И она была там 80 какой-то. И я прям очень сильно удивилась. Потому что когда я поступала после 9 класса, в том числе на начальные классы учителя в этот же колледж, там немножко иначе была эта система. И у меня балл на самом-то деле после школы не такой уж и большой. У меня был балл 4.1. И я проходила бюджет с этим баллом 4.1. А тут ребенок вроде как с хорошим 4.60, да, с чем-то уходит просто в самый-самый низ. Ну, разумеется, на бюджет она не прошла, только на платную основу, но тоже приняла решение пойти вот лучше до 11 класса учиться и потом там поступить куда-нибудь, может быть, туда же, может быть, еще передумает сто раз. Тем не менее, для меня, правда, вот было открытием то, что престиж вот среднего профессионального образования вновь вышел на первый, скажем так, план, особенно у девчонок, которые, мне кажется, родители всегда вышка-вышка-вышка-вышка. И вот так вот тюкают прям. Интересно для меня это было. У нас с вами осталось 10 минут, и я предлагаю, знаете, интересный такой вот вопросик. По каким двум критериям вы бы, ну, или двум, или нескольким критериям вы бы предложили абитуриентам именно ваш техникум? Вот почему именно к вам нужно поступать, а не куда-то в другую, там, в другой город, в другой техникум, тот же самый, который есть в Хакасии. Ну, вот вы как бы хорошо продолжили, не в другой город и так далее. Я вообще придерживаю, знаете, такой точки зрения, что где родился, там и пригодился. Нас, в принципе, особо-то сильно нигде не ждут. Поэтому, да, поэтому надо все-таки выпускникам учреждений, общеобразовательных школ республики и города Абакана постараться поступать здесь, на месте. Потому что здесь нужны кадры. Даже с той точки зрения, что все-таки мы вкладываем ресурсы, немалые ресурсы, в том числе и муниципальный бюджет, городской бюджет, республиканский, в обучение, в подготовку наших и школьников, и студентов. И очень обидно, когда они куда-то уходят. А многие же, кто поступает в ВУЗ, они уезжают, и потом многие из них не возвращаются. Поэтому первое, учиться надо там, где родился, там и пригодился. Если говорить про наш конкретно техникум, ну, в принципе, вот сейчас подробно уже как бы пытался рассказать, что у нас есть и чем мы можем привлечь. Конечно, в первую очередь, это востребованные профессии и специальности. Очень актуальные профессии и специальности. Если ребята поступят к нам, получат профессию или специальность, еще раз повторю, какие у нас основные рабочие профессии и какие у нас специальности, это сварщики, это электрики, это мастер столярных и плотничных работ, это мастер мебельного производства, это мастер жилищно-коммунального хозяйства. Это такие специальности, как теплоснабжение, электроснабжение, контрольно-измерительные приборы и автоматики, сетевое и системное администрирование, управление на квартирный дом. То есть абсолютно все востребованы. И это говорит о том, что окончив наше учебное заведение, он всегда себе найдет работу. На кусок неба, как правильно говорила ваша бабушка, он уже заработает. А это же очень важно, и это сейчас и родители понимают. Ну и второе, мне кажется, что здесь мы даем возможность нашим ребятам, студентам, все-таки реализовать себя не только в профессии, но и привлечь, и помочь им реализовать себя и в других сферах. Очень много у нас, скажем, направлений, я то, что рассказывал, это еще далеко не все, где ребята могут развивать свои таланты. Это и у нас есть научное общество студентов, где они могут, например, заниматься научным, техническим творчеством. И этим мы активно занимаемся, потому что ребята многие у нас склонны к этому. Это и различные кружки. Даже обучаясь по таким профессиям, как мастер деревообработки, мы дополнительно даем им возможность заниматься в кружках по резьбе по дереву, например. Даже для себя, владея резьбой по дереву, как хобби у тебя, это будет уже какое-то пожизненное хобби, где ты можешь даже зарабатывать на хлеб дополнительно. То есть вот эта возможность тоже всем предоставляется. У нас очень хорошие условия, у нас есть общежития. Хорошие, современные, благоустроенные, но комфортные, так скажем. Не то, что современные в плане, что вот здание, а вот оно оборудовано и мебелью, и техникой современной, и там комфортно проживать. Хорошая, прекрасная столовая, то есть социально-бытовые условия тоже очень хорошие. Мы постоянно туда вкладываем деньги. Хорошие очень кабинеты. Они действительно оформлены хорошо, и сам корпус у нас внутри очень такой уютный, комфортный, где наблюдают за нашими студентами, и им просто там нравится. Они приходят и с интересом там могут и посидеть, и отдохнуть, и пообщаться, и посмотреть телевизор. Все это условия у нас есть. Поэтому, мне кажется, это важно. Первое, это профессия востребована. Второе, это условия для реализации собственных сил, возможностей и комфортного времени проведения. Я предлагаю, мы сегодня с вами поговорили о тех, вылетево мне слово из головы, курсах, которые могут пройти все желающие. Я предлагаю вам рассказать чуть более подробно, куда можно обратиться, если кто-то изъявит желание, быть может, из наших зрителей, кто посмотрит потом этот эфир в записи. Да, но действительно, тут можно обратиться практически ко всем, кто работает на сегодняшний день, и кто нуждается, может быть, в переобучении, получении дополнительной или новой профессии, специальной профессии, извиняюсь, в первую очередь, конечно же. Причем, в достаточно короткие сроки, 2-3 месяца, можно получить новую профессию, получить свидетельство о квалификации, например, тот же сварщик, тот же электрик, сантехник, что даст возможность более гарантированного трудоустройства и более широкого возможности. Причем, это может быть осуществляться как за счет бюджета, мы в рамках содействия службы занятости реализуем этим, так и на платной основе. Но это тоже не очень там большая плата, поскольку курсы краткосрочные, и она посильная, и могут они, значит, оплатив, получить вот эту вот возможность. И это касается всех, всего населения, и молодежь, и среднего возраста, и людей даже уже предпенсионного возраста, мы обучаем и переобучаем по линии службы занятости. Поэтому приходите, обучайтесь, развивайтесь, это, наверное, сегодня актуально для многих. Куда можно обратиться? Обратиться можно к нам, непосредственно в техникум. У нас есть отделение профессиональной квалификации на втором этаже, кабинет 215-й, они туда могут подойти, Асачакова Наталья Владимировна, которая занимается непосредственно руководством этого отделения, примет, расскажет, покажет, все. Можно посмотреть информацию на сайте. Тоже техникум коммунального хозяйства? Да, у нас сайт техникум, он очень простой, техникум19.ru. Можно зайти, посмотреть, там информация о курсах, подробно представление. Ну, мне кажется, мы сегодня с вами вот за 58 минут, которые подходят уже к концу, обсудили, раскрыли, можно сказать, со всех сторон техникум коммунального хозяйства и сервиса. Я не осталась вообще никаких сомнений, но их в целом и не было, но вообще не осталось. Теперь, что студенты идут туда учиться осознанно, что выбирают они профессию не потому, что мама так сказала, а в силу там возраста и так далее, а потому что это действительно думают головой, понимают, что востребовано, это прибыльно. Плюс ко всему удивило меня то, что предприятия могут как-то посодействовать мотивации учащихся, чтобы они учились лучше и приходили к ним, то есть к какими-то дополнительными стипендиями и так далее. То есть, ребята, вот можно так подытожить. Это, конечно, такой денежный вопрос, но мне кажется, он волнует многих. Мало того, что получает основную стипендию, особо отличившиеся могут получить еще стипендию дополнительного предприятия повышенную. И еще, плюс ко всему, те ребята, которые делают продукцию для того самого магазина, о котором мы с вами поговорили, получают какой-то, какой-то, не какой-то процент с продаж, денежное вознаграждение. То есть, это такие вот, слушайте, прям интересные, мне понравился сегодняшний наш разговор. Минутка осталась, я вам предлагаю, знаете, какие-нибудь напутствия для будущих абитуриентов и для ваших уже нынешних студентов. Что бы вы могли сказать, вот можете прямо в камеру к нему обратиться. Так, ну студентам нашим, которые уже обучаются, я, конечно, хочу пожелать самое главное продолжить обучение, не жалеть о том, что вы пришли к нам, потому что бывают случаи, когда действительно какие-то ошибки бывают, но вот, скажем, поступил и вдруг понял, что не мое. Чтобы вот такого не было, чтобы все с желанием дальше проучились, получали профессию и выбрали себе достойное место работы. Для тех ребят, абитуриентов, школьников, которые, наверное, еще на пороге, на выборе, на пороге выбирают, так скажем, прицениваются. Конечно, очень важно тут определиться профессионально, все-таки попробовать себя в таких, так называемых, профессиональных пробах. Мы часто проводим выездные профессиональные пробы, в районах, в городах выезжаем, для того, чтобы понять, что такое профессия, например, сварщика, электрика. И если почувствовали, что есть интерес, приходите к нам, мы вас более серьезно проконсультируем, стоит или нет у нас обучаться. Мы вас всех ждем. Директор техникума коммунального хозяйства и сервиса Александр Юрьевич Матейко был сегодня у нас в студии. Александр Юрьевич, большое вам спасибо, что согласились сегодня прийти. Друзья, ну а вам большое спасибо, что смотрели нас. Далее не более интересный прямой эфир. Значит, оставайтесь с нами и всем хорошего пятничного вечера. До свидания. До свидания. Продолжение следует...